так вот в самом начале географы и картографы армения назвали регион азии то есть поначалу это был просто регион азиатский регион а армянами назвали всех кто его населял всех без исключения причем большинством тех кто населял армению были мусульмане с просто вот человек живет там и его называют армянином не потому что он говорил по-армянски не потому что он был каких-то армянских кровей просто вот живет на территории которую картографы и географы назвали чуть позже армянами стали называть христианскую секту ну так называли латиняне но это была христианская община восточного обряда а армении стали называть области в которых на распространялась власть армянских патриархов вот это чуть позже еще позже из-за региона армения попытались сделать государство христианское государство армении а армянами назвать всех христиан которые в этом регионе обитали то есть это были не только представители армянские веры это были я уже рассказывал об этом подробно и яковиты и марониты и сирийцы и то есть абсолютно все христиане восточного бреда не католики которые там находились их назвали армян а вот и кстати в этом в этом процессе очень активное участие принимала партия дашнак цутюн именно они работали над тем чтобы отделять на территории турции отделять правильных армян от неправильных вот и таким образом так сказать критерии они установили очень простые понятные кстати дашнак цутюн никогда этого не скрывали фильма об этом сделаны критерий был один чтобы быть армянином мало было проживать там быть христианином знать армянский язык но нужно было еще очень люто непримиримо ненавидеть мусульман ну и турок в частности сегодня армении называют маленькое государство высокавказье всем это известно а современные армяне имеют уже более серьезные критерии для самоопределения во первых появилась появился суффикс ян и собственно сами фамилии появились примерно лет сто назад вот окончательно сформировался армянский язык вот он получил словари учебники толковые словари но различные он уже стал полноценным языком вот на котором которым владеют кстати тоже только армяне на вот никто им владеть больше не собирается стал государственным армянский алфавит которым пользуются тоже исключительно армяне и наконец традиционная версия истории созданная армянскими учеными стала обязательной для каждого армянина это тоже важный критерий у тебя может быть фамилия на ян на янс на уни там на что угодно ты можешь говорить по армянски ты можешь писать по армянски ты можешь любить армянскую культуру но если ты не признаешь официальную версию армянской истории ты уже будешь армянином но не совсем теперь армян отличить от других народов стала гораздо легче чем 400 или 500 лет назад когда как вы помните армянами называли просто жителей региона армении вот живешь ты здесь родился значит армянин неважно там ты на турецком на арабском еще на каком-нибудь разговариваешь что думаете вы подпишитесь на канал ставьте лайки и комментируйте армянский Курат